Лучшие рабочие в Европе. Кто они? В Австрии совсем скоро стартует чемпионат Евроскилз. Представители рабочих профессий со всего европейского континента будут соревноваться, кто лучше. В России около трети выпускников 11 классов выбирают рабочие профессии. Об этом сегодня рассказала Татьяна Голикова. Она встретилась с национальной сборной WorldSkills Russia. По мнению вице-премьера России, сегодня формируется совершенно другой взгляд на рабочие профессии. Хорошо подготовленные молодые люди и девушки хотят трудиться в данном направлении. Многие из них не только выбирают крупные компании, но и организовали собственное дело. Татьяна Голикова напомнила, что после окончания 9 класса порядка 60% ребят выбирают среднее специальное образование. И в том числе это потому, что развивается движение WorldSkills. То, что мы сегодня делаем в рамках совершенствования профессионально-технического образования, это часть, по сути, того, что пришло к нам с движением WorldSkills. И самое главное, наверное, что наши ребята, наши специалисты, наши эксперты востребованы в крупных компаниях. Крупные компании на них ориентируются и, по сути, образование, полученное и подтвержденное посредством демонстрационного экзамена и соответствующий паспорт WorldSkills, который мы имеем, является для многих компаний, по сути, подтверждением того, что это специалисты, которые могут быть взяты на работу и которые берутся на работу. Буквально через несколько дней российская национальная сборная WorldSkills отправится в Австрию защищать честь нашей страны на Европейском чемпионате. Проходить соревнования будут в городе Грац с 23 по 25 сентября. В чемпионате Европы Евроскills примет участие более 450 конкурсантов из 31 страны-участницы. Соревнования пройдут по 38 основным компетенциям и 10 презентационным компетенциям. Еще раз хочу сказать, ребят, что мы все будем переживать. Я знаю, как Роберт всегда переживает за подобного мероприятия. Я знаю, что вы все вокруг трой. И очень надеюсь, что такая командная работа будет залогом нашего совместного успеха. Еще раз вам удачи. Участие в чемпионате Европы – это решающий этап подготовки национальной сборной WorldSkills России к мировому чемпионату профессионального мастерства. Он пройдет в следующем году в Шанхае. Национальная сборная была сформирована по результатам отборочных соревнований, а также по результатам проведения финала национального чемпионата молодых профессионалов в 2020 году. В основной состав вошли 57 конкурсантов из 15 регионов страны. На чемпионате в Граце они выступят в 48 компетенциях. Ну и несколько слов о самом движении WorldSkills. Зародилось оно в послевоенные годы в Испании, когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 84 страны. Россия это сделала в 2012 году по инициативе Агентства стратегических инициатив. С 2013 по 2019 годы российская команда прошла путь от аутсайдера до первого места в Евроскейлс 2018. На международном чемпионате WorldSkills 2018 вошла в тройку лидеров. А на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Казань 2019 стала второй, уступив только Китаю. Ну и самое главное, благодаря WorldSkills в сфере рабочих профессий появились настоящие профи, которые более чем востребованы на рынке труда. За ними ведется охота. Хочу сказать, что вот ребята, которые показывают хорошие результаты, медалисты, победители и в национальных чемпионатах, и в чемпионатах Евроскills, и в международных мировых чемпионатах, они на расхват, я знаю, что, ну просто общаясь тоже с руководителями субъектов, там, с губернаторами, они за них конкурируют. Компании, крупные компании, там, предприятия, которые тоже сегодня стараются приобрести, таких специалистов, чтобы у них были. И ребята становятся наставниками, очень хорошо, что становятся наставниками, как на производстве, куда они уходят, работают, так и непосредственно продолжают вот такую свою образовательную деятельность. Помимо организации чемпионатов, Союз молодых профессионалов WorldSkills Россия занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднеспециального и высшего образования. Например, сегодня у выпускников колледжей и техникумов есть возможность сдавать демонстрационный экзамен как раз по стандартам WorldSkills. Такой формат предусматривает моделирование реальных производственных условий, независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе представителями предприятий, определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. То есть ребята сразу показывают все, на что способны, как будто уже работают на производстве. Посмотрим, на что способна наша российская сборная ровно через неделю. Будет ли организовано видеонаблюдение?